Защитить организм. В стране продолжается иммунизация против гриппа. Рекомендована Всемирная организация здравоохранения. Чем помогает прививка? Наобещал и пропал. Могилевские правоохранители раскрыли крупную мошенническую схему. Общий ущерб составил более 5000 белорусских рублей. Как действовал злоумышленник? Номер один. Александр Акулич стал лучшим водителем в структуре МЧС Беларуси. Вникнуть в эту работу. Что помогает быть первым в своем деле. А также мирный разговор и со школьной скамьи. В Бобруйске прошел конкурс руководителей военно-патриотического воспитания. Какие критерии важны? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. От геополитики до внутренних вопросов. Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. Повестка саммита широкая. Ожидается, лидеры стран сотрудничества примут решение по вопросам, связанным с обеспечением безопасности, сферой высоких технологий, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством. Механизм взаимодействия в рамках Содружества независимых государств важнейший инструмент крепления политической и экономической силы наших государств и региона в целом. Я вчера посмотрел, СНГ, СНГ, есть у нас другие объединения. Оказывается, нас немало. У нас 9 государств, которые обладают, как мы сегодня понимаем, величайшим потенциалом. Это богатое государство, богатое теми ресурсами, в которых сегодня очень нуждается вся планета. Александр Лукашенко выступил с докладом по пункту повестки дня, который связан с принятием обращения к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне. Президент высказался в поддержку восстановления семьи СНГ в ее прежнем составе. Не сдержал обещания. В областном центре женщина обратилась с просьбой о ремонте мебели, но стала жертвой мошенничества. В дежурную службу милиции обратилась 36-летняя могилевчанка. Потерпевшая сообщила, она хотела сделать перетяжку дивана, однако была обманута. Подрядчик забрал деньги и обещал через неделю выполнить заказ, а после пропал и перестал выходить на связь. В ходе оперативно-рыскных мероприятий были установлены еще более 10 жителей областного центра, пострадавших при аналогичных обстоятельствах. Общий ущерб составил более 5000 белорусских рублей. Сотрудники отдела уголовного розыска Октябрьского рода Могилева установили, что к произошедшему причастен 34-летний ранее несудимый мужчина. Он брал заказы на ремонт мягкой мебели, однако полученные деньги тратил у веселительных заведений. В отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество. Грипп не спит. В Бобруйске активно идет иммунизация против вируса. Прививки показаны как детям, так и взрослым. Какую вакцину выбрать и почему своевременный укол здоровья – лучшее решение, знает Юлия Вернер. В коридоре детской поликлиники оживленно. Очередь на прививку ждут как совсем маленькие пациенты, так и ребята постарше. Компания по вакцинации против гриппа стартовала в Бобруйске 3 октября и продолжает набирать обороты. Специалисты уверяют – профилактика – лучшее лекарство. Вакцинация от гриппа показана всем. Начиная с 6 месяцев до 3 лет вообще она входит в обязательную вакцинацию. И, конечно же, на первое место я бы поставила детей с хроническими заболеваниями, которые состоят на диспансерном учете. Почему грипп так опасен? Своими осложнениями. Чем он характеризуется вообще? 7 суток может держаться высокая лихорадка. И у детей по заболеванию сердца, допустим, может осложниться инфекционным миокардитом. Это очень опасно. Грипп – острая респираторная инфекция. Один больной человек способен заразить от 7 до 12 окружающих. Заболевание опасно развитием серьёзных осложнений – пневмонии синуситов, атитов. Своевременная прививка поможет защитить не только себя, но и людей вокруг. Основной путь передачи является воздушно-капельный, то есть при чихании, разговоре, кашле. Также возможен путь передачи контактный, то есть через инфицированные предметы обихода. В частности, это игрушки. Человек заражённый, он может выделять вирус за 24 часа до клинических проявлений. Но также это состояние может продлиться у него от 5 до 10 дней. Привиться можно как бесплатной вакциной российского производства, так и французской на платной основе. Вероятность заболеть в таком случае снижается в 4-5 раз. На платной основе это Voxigrip Tetra, это французская вакцина. На бесплатной основе предлагается Grippol Plus, российская вакцина. Все они содержат актуальные штаммы и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. Прививку против гриппа можно сделать в поликлиниках по месту жительства, учёбы и работы. Перед вакцинацией обязателен осмотр врача и измерение температуры тела. Каждый год мы прививаемся от гриппа, мы очень рады этому и очень довольны, никаких осложнений нет. Сначала я волнуюсь сильно, но потом маленькая боль наступает и всё проходит. Если не прививаться, гриппом можно заболеть. Это опасно очень. Вакцинироваться необходимо не только детям, но и взрослым. В группе риска беременные женщины, лица старше 65 и страдающие хроническими заболеваниями – сердечно-сосудистыми, лёгочными, эндокринными. Особенно важно сделать прививку тем, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей – работникам торговли, общественного питания, коммунальной сферы и других. Все эти пациенты имеют риск тяжёлого течения гриппа в случае заражения им. И для того, чтобы его предотвратить, для того, чтобы не допустить ухудшения состояния здоровья, осложнения течения хронических заболеваний, лучше вакцинироваться и быть спокойным за своё здоровье. Снизить риск заражения вирусом просто. Достаточно придерживаться советов врачей. Избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания. Соблюдать респираторный этикет и правила гигиены. Вести здоровый образ жизни. Однако главной рекомендацией медиков остаётся вакцинация. Чем больше людей будет привито, тем меньше шансов у гриппа распространяться и вызывать эпидемии. Юлия Вернер, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Блестящий результат. Сотрудник МЧС из Бобруйска стал лучшим водителем в стране. На протяжении нескольких дней около 40 шофёров со всех уголков Беларуси боролись за победу, которую легко и непринуждённо забрал наш земляк. Участники демонстрировали свои навыки в теоретической подготовке, решая тестовые задания по правилам дорожного движения. На практике – мастерство управления многотонной пожарной машиной, сложные манёвры, парковка в стеснённых условиях. Здесь надо инициатива разумная. Здесь нужно вникнуть в эту работу. Если в неё не вникнешь, то здесь будет очень трудно. Я себя чувствую на своём месте, мне здесь хорошо. Поэтому я, когда иду на сутки, у меня нет никакого желания не идти. В командном зачёте Могилёвское областное управление МЧС также отличилось. Почётное второе место в кармане. На первом расположилась Брестская, бронза – у Минского городского. На личном примере в Центре дополнительного образования детей и молодёжи прошёл городской этап республиканского конкурса «Руководитель по военно-патриотическому воспитанию». Из 25 заявок было определено 8 финалистов, которые боролись за проход в следующий этап. Все они – руководители военно-патриотического воспитания в своих учебных заведениях. Сегодня их работа имеет неумолимое значение. Это было важно всегда, и это будет важно постоянно. Потому что детям, и особенно юношам, надо закладывать то, что они мужчины – слово мужество. То есть они должны понимать, что они обязаны защищать свою родину, защищать свою семью, защищать свой родной город, край. И это надо прививать не только к каким-то учреждениям образования, военным комиссиатам в частности, но это тоже должны делать, в первую очередь, родители. Конкурсанты проявили себя в трех испытаниях – творческое самопредставление, анкетирование, решение педагогических задач. По завершении жюри определило двух кандидатов, которые прошли в следующий этап. Ими стали представители второй гимназии и шестой школы. Поступило предложение поучаствовать в конкурсе руководителя по военно-патриотическому воспитанию. И я, конечно, подумал, что мне это близко, что мне есть что показать членам жюри и всем тем, кто собрался сегодня в зале. В названии конкурса неспроста нет слова «Лучший». Все те, кто занимается воспитанием, носят свой посильный вклад в становление молодежи, как граждан и патриотов своей страны. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!